Всем привет! Как обещал, подготовил, скажем так, на март бритвы. Сегодня-завтра постараюсь отправить все, что заказано было, ну и непосредственно к экземплярам. В основном это Англия и Франция у нас. Первый экземпляр представителей Англии Кадман и Сын. Бенгал. Есть легкая выборка в районе четверти. Все замечательно. Единственное, вот есть на оправе, она вроде как бы целая, но небольшой скол присутствует. На право рог. Так, затем, ну ладно, будет не совсем по порядку, но в то же время. Брукс и Крукс, многоизвестный широкий массивный экземпляр с легкой выборкой клин. Состояние идеальное. Практически. Вот единственное, есть легкое потемнение, но очень старый экземпляр, поэтому в целом минимально. Затем представитель Франции Кудер. Живерододат. Также примерно четверть выборки. Закрывается все хорошо, а право рог. Все. В идеале также есть легкое потемнение у Эрли. Так, состояние великолепное. Замечательные экземпляры. Ну, не совсем известный, скажем так, точнее, производитель. Просто Silver Steel Warrant от Эккарона. Очень старый экземпляр. Широкий. Оп. Клин. Еле-еле заметная выборка. Присутствует, а так в целом. Пришлось с ним повозиться все же, почистить хорошенько. И завершающий, очень интересный экземпляр, в оригинале также. Джеймс Бэйн. Также Silver Steel Razor. Своя вот эта вот, скажем так, оригинальная структура. Так можно сказать, поверхность. Мелкие-мелкие потемнения, которые камера хорошо передает. Выборка на носике. Также с потемнением оригинальным. Легкий-легкий след. Вот так их. И незаметно, можно сказать, но камера хорошо видит. Великолепный экземпляр. Полностью оригинальный. Также есть легкие-легкие следы. Но... В идеале экземпляр. И по качеству замечательная штука. Ну, а так все, как всегда. В общем... Сейчас все подготовлю, отправлю. По этим экземплярам все вопросы на почту. Стоимость в описании. Ну, в общем, все, как всегда. Кого заинтересует, тот напишет, позвонит. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...